Дмитрий Подлесной 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 Здесь были в основном пятиэтажные дома, девятиэтажные кое-где, а сейчас громадье. В капле воды весь мир. В Югре завершилась международная экологическая акция «Спасти и сохранить». В ее рамках за неполный месяц прошло около двух тысяч мероприятий, в которых приняли участие почти полмиллиона человек из 42 стран мира и 66 субъектов России. В этом году 13-ю по счету акцию приурочили к завершению декады ООН «Вода для жизни». Сам фестиваль в начале 2000-х начинался как региональный, однако вскоре стал международным. Уже сегодня он проходит под эгидой ЮНЕСКО и Северного форума. Что уже сделано за 13 лет проведения акции «Спасти и сохранить» и что еще предстоит сделать для сохранения экологии в нашем округе? Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды Сергей Пикунов. В Югре разработали не только основы экологичного законодательства, локального мониторинга, но и уникальную систему по плану ликвидации разливов нефти. Для нашего округа это более чем актуально. И хотя Югра – флагман по добыче черного золота, все же ситуация с контролем загрязнения вод нефтепродуктами стоит на порядок выше по сравнению с другими регионами. Компании, по сути, все получили обязанность по предоставлению информации по аварийным разливам, обязанность ввести в учет, разрабатывать долгосрочные программы по реабилитации земель и предоставлению отчетов. Стабилизировалась обстановка и с размещением твердых бытовых отходов. Сегодня округ обеспечен полигонами на 50%, но уже к 2020 году эту цифру планируют поднять на 40 пунктов. Немаловажную роль в сохранении окружающей среды играют и образовательные программы. Причем обучение идет по четырем направлениям. Экологическое образование внедрено не только в детских садах, школах и вузах, но и на предприятиях. И оно уже дает свои плоды. В Югре обнаружили незаконную сеть газопроводов. Нарушение выявили работники прокуратуры города Сургута. Взрывопожароопасный объект без необходимой лицензии эксплуатировала частная фирма. В незаконную систему входили газопроводы, регуляторное оборудование и котельная. Прокуратура уже направила заявление в арбитражный суд о привлечении к административной ответственности руководителя организации. В результате компания заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей и будет обязана получить лицензию. Еще один детский сад открыли в Сургуте. Новое дошкольное образовательное учреждение в районе Пикс рассчитано на 260 проектных мест. Однако зачислено туда будет около 300 ребятишек. Как прошла церемония открытия и по какой программе будут обучаться юные сургутяне, расскажет Светлана Стебенькова. Детский сад «Яблонька» будет функционировать по новой образовательной программе открытия. По ней ребенок в течение дня сможет сам выбирать, чем ему заниматься и развивать свой талант в любом направлении. Для этого в каждой группе организованы специальные центры песка и воды, творчество, литература. И это далеко не все преимущества учреждения. Создан кабинет по методике итальянского педагога-психолога Марии Монте-Сори. Организована среда для детей по предметно-развивающей среде, то есть для развития мелкой моторики, для развития и координации движений детей, то есть подобран материал согласно возрасту детей и интересам. На торжественной церемонии открытия присутствовали первые лица города. Представители подрядной организации вручили заведующей детского сада ключ от новостроя. Также на открытии объявили и о новой традиции ежегодно праздновать яблочный спас. Первые саженцы яблонь во дворе высадили почетные гости. Я считаю, что это замечательное совпадение, что именно сегодня, в День города, в День России мы открываем этот детский сад. И, наверное, лучшего подарка для жителей микрорайона ПИКС, особенно для юных жителей этого микрорайона, придумать было, наверное, просто невозможно. Новый детский сад оснащен полным комплектом мебели и учебного оборудования. В нем есть пищеблок и прачечная. Имеется медицинский блок, который включает в себя прививочный кабинет, помещение для приема пациентов и даже изоляторы. Открытие этого учреждения внесет посильный вклад в реализацию программы по обеспечению детей с трех до семи лет местами в дошкольных организациях. Мы думаем, что сдача будущих детских садов, а это будет уже через две-три недели, еще три детских сада на подходе, это достойный вклад в такую знаменательную дату, как 50-летний юбилей городу Сургуту. К концу года департамент образования планирует обеспечить всех детей от трех до семи лет местами в дошкольных учреждениях. Светлана Стебенькова, Ольга Нахаева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. 12 миллионов на отдых. Такая сумма выделена на оздоровление детей, оставшихся без попечения родителей. В Сургуте их 1200, среди них 500 школьников. Почти 200 сирот в возрасте от 7 до 17 лет отдохнут этим летом на курортах, в круглогодичном детском санаторно-оздоровительном лагере «Радость» в Туапсинском районе и на Черноморском побережье Болгарии. Это не говорит о том, что ребенок, который выехал за пределы округа, не может быть организован летним отдыхом у нас на территории либо города, либо Ханты-Мансийского округа. Дважды, два летних месяца существует три. Один из них – это может быть выезд за пределы округа, два летних месяца, могут быть организованы либо при школьных лагерях, либо в пределах Ханты-Мансийского округа. Кроме того, часть детей-сирот отдыхает вместе со своими опекунами. Если приемная семья самостоятельно приобретает санаторно-курортную путевку, то она получает компенсацию в пределах 35 тысяч. Стоимость проезда к месту отдыха любым видом транспорта, включая авиаперелет, возмещается по фактическим расходам. Ежегодно за компенсации затрат на отдых обращается примерно 70 приемных сургутских семей. Все наши родители приемные, которые воспитывают детей, об этих видах и возможностях и отдыха, и компенсации затрат на отдых, они знают. Мы ежегодно проводим собрание такое опекунов и приемных родителей, раздаем памятки, прозваниваем, уточняем. Выставка-конкурс «Сургутское пространство» открылась в культурном центре Порт. В экспозиции использованы десятки картин начинающих художников нашего города. По условиям конкурса в нем приняли участие творцы от 15 до 35 лет. Большую часть работ представили воспитанники двух художественных школ, а также арт-студии имени Виталия Горды. Полотна выполнены в двух жанрах – графике и станковой живописи. Организаторы мероприятия надеются, что сургутское пространство придаст импульс личностного развития местным талантам. Кстати, по тематике художники концентрировали свое внимание на югорском колорите и сюжетах Великой Отечественной войны. С работами можно ознакомиться в центре Порт. Выставка продлится до начала июля. Вообще мысль была давняя, еще покойного Виталия Николаевича Горды. Он хотел и мечтал, чтобы художников в Сургуте было много. Сегодня это первый конкурс, но он, возможно, будет ежегодным. Для молодых художников это будет стимул их продвижения. Сургут – спортивный город. В честь празднования юбилея Дня России спорткомитет устроил настоящий фестиваль. 12 и 13 июня в городе прошли состязания по традиционным и экзотическим видам спорта. Так, на площади перед театром Сургу настоящее зрелище организовали тяжелоатлеты. Турнир по силовому экстриму вызвал нешуточный ажиотаж. Несколько сотен горожан стали свидетелями недюжи человеческой мощи, а в субботу на спортивном ядре состоялся настоящий праздник под названием «На встречу рекордам». Собравшихся спортсменов приветствовал председатель комитета по физической культуре Сергей Третьяк. Он резюмировал основные достижения югорчан на всероссийской и международной аренах. Сургутяне являются многократными победителями различных соревнований. Совсем недавно Евгений Глушенко стал рекордсменом в одной из дисциплин гиревого спорта. Есть в нашем городе и кандидаты на участие в летней Олимпиаде в Бразилии. Легкоатлет Павел Ивашко имеет высокие шансы на попадание в состав сборной России. Я хочу сказать слова большого благодарности за то, что вы любите физическую культуру и спорт, за то, что вы ее продвигаете в массы. Хочу сказать большое спасибо, слова благодарности стоящей в центре, а это почетное место в центре нашего парада команде ветеранов спорта. Ветеранский клуб «Барс» вместе с представителями всех спортшкол города принял участие в показательных выступлениях. Также в этот день на стадионе провели соревнования по пляжному волейболу, стритболу, футболу, кроссфиту. Для интеллектуалов провели сеансы одновременной игры в шахматы и шашки. Ну а началось мероприятие с массовой зарядки. Несколько сотен сургутян, в числе которых были как профессиональные атлеты, так и любители, выполнили несложные упражнения. Этот физкультурный флешмоб зарядил всех собравшихся позитивной энергией. Сургутский футбольный клуб «ССМ» завоевал первую победу в этом сезоне. Напомню, наши земляки впервые заявились в розыгрыш чемпионата страны в третий дивизион «Зона Урал». Начало сезона для подопечных Захара Дубенского вылилось в серию ничейных и проигранных матчей. В очередном туре на домашней площадке сургутяне принимали футболистов команды «Уралец НТ» из Нижнего Тагила. В первом тайме игроки обоих коллективов отметиться голами не смогли. А вот во второй половине хозяева усилиями Андрея Попырина и Дмитрия Казакова забили два мяча. К слову, гости ответить своими результативными действиями не смогли. Матч так и завершился победой команды «ССМ» со счетом 2-0. Этот триумф позволил сургутскому коллективу с семью очками в активе обойти в турнирной таблице «Уралец». Следующий матч наши спортсмены проведут на выезде в Омске. 20 июня они встретятся с футболистами фармклуба команды «Иртыш». На этом у меня все. Спасибо за внимание. До встречи. Вам нужен контейнер? Не знаете, на чем перевезти домашние вещи? Специалисты компании «Югровоз» всегда рады оказать профессиональную помощь в организации грузоперевозок. В том числе и ваших домашних вещей со скидкой 50%. Звоните 61-40-30. Кредитный потребительский кооператив «Тюменский фонд сбережений» предлагает выгодные сберегательные программы. Программа «Вторая пенсия». Ставка до 25% годовых. Приглашаем вас стать пайщиком кооператива. В связи с закрытием отдела кожи и меха в магазине «Адам» большая распродажа. Скидки на мужские и женские норковые шубы 50%. Магазин «Адам». Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3,2. Второй этаж. Телефон 37-63-77. Телефон 37-77. Дает хорошее впечатление от любого вида за окном. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8 и улица Лермонтова, 11, дробь 5. Погоду в Западной Сибири будет диктовать обширный североатлантический циклон с сопровождаемыми полями облачности и осадками различной интенсивности. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. На столбиках термометров 19-22 градуса тепла. Новая коллекция «Весна-лето-2015». Для мужчин и дам в сети салонов обуви «Саламандер». «Саламандер» – качественная обувь по доступным ценам. Во всех магазинах «Саламандер» скидка на всю коллекцию до 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, гемовидное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать и составить 741 мм трутного столба. Активные товары для активных малышей. Бассейны, горки, велосипеды, самокаты, электромобили. Огромный выбор в сети магазинов «Карапуз». Активный отдых, спорт и льдача «Карапуз» решит задачу. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Нужна недорогая, качественная и модная мебель? Только до 21 июня «Фабрика Комфорта» проводит акцию «Переоценка ценностей». Теперь вся наша продукция стала еще доступнее. Шкафы-купе, гардеробные, кухни, детские, из экологически чистых материалов по новейшим технологиям. Улица Киртбая, 19, торговый центр «Магаз», 3 этаж. Телефон 51-10-70. Ликвидируем складские запасы. Ваша мебель может быть в два раза дешевле. Предложение ограничено. В салоне меха и кожи «Солени Коллизионе» грандиозные скидки. На всю демисезонную коллекцию 70%. Дубленки от 18 тысяч рублей. «Солени Коллизионе», «Сургут Ситимол», 2 этаж. Скидка на демисезонную коллекцию 70%. Пусть удача сопровождает вас весь день. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова